Святой Андрей Кесарийский. Толкование на апокалипсис святого евангелиста Иоанна Богослова. Статья 44. Об ангеле, обрезывающем лазу горечи. И другой ангел вышел из храма, находящегося на небе, также с острым серпом. И Христос называется ангелом Великого Совета. Но здесь, как это видно из последующего, под ангелом, разумеется, один из служебных духов. Он вышел из церкви, сущей на небеса, с острым серпом, чтобы посечь особенно нечестивых. И иной ангел, имеющий власть над огнем, вышел от жертвенника и с великим криком воскликнул к имеющему острый серп, говоря, пусти острый серп твой и обрежь грозды винограда на земле, потому что созрели на нем ягоды. Ин ангел из иди от алтаря, и мый область на огне. Отсюда видно, что одни из начальствующих над тварями сил ангельских управляют водами, другие огнем, иные же какой-либо другой частью сотворенного. Этот поставлен над огнем, значит, он один из высших ангелов, и дело его наказывать, ибо он повелевает громким голосом, имеющему серп, обрезать грозды земного виноградника. Гроздами называются нечестивые и законопреступные, которые вместо вина веселья наполняют чашу гнева Божия, и яростью измей и аспидов преследуют доброделателей. И поверх ангел серп свой на землю, и обрезал виноград на земле, и бросил в великое точило гнева Божия. Точило ярости Божия означает место наказания, уготованное дьяволу и его ангелам. По множеству мучимых в нем оно называется великим, ибо пространные врата и широкий путь, вводя их в пагубу. Евангелие от Матфея. И истоптаны ягоды в Точиле за городом, и потекла кровь из Точила даже до уст конских на 1600 стадий. Итак, Точила будет истоптана вне города праведных, ибо, как говорит пророк, не оставит Господь жезла нечестивых над жеребием праведных, и жилище их, как и в жизнях, не будет смешано в Точиле. Кровью, пролитую от попрания осужденных, называется праведный, неотвратимый и нелецеприятный суд Божий. Кровь же, грозда, вино. Точила, наполненная вином нерастворенным, указывает, что наказание, постигшее заслуживших его по причине гнева Божия, достигает как бы до устых, как неистовых коней, ибо они не имели для себя границ в удовольствиях и преступлении закона. За их безмерное нечестие оно распространяется на 1600 стадий. Тысяча означает совершенное число, а в 600 году, жизненное, как известно, грех был потоплен водами. Нечестивыми начинаниями своими грешники оскорбили тварь, созданную в шесть дней. Шесть же означает и число дней творения и устроения мира. Место мучения тех, которые этого заслужили, будет поистине вне Иерусалима Небесного. Что кровь их достигает до конских уст на 1600 стадий, это может быть образа обозначает также и карающих ангелов, которые в Священном Писании нередко называются конями. Стоны мучимых достигают до их уст, каковыми святые силы считают для себя Божие определения, управляющие ими при исполнении повеленного им. А Ваакум, например, говорит, «Всядешь и на коня твоя, и в песне песней, конем моим в колесницах фараоновых уподобих тебя». Но можно понимать это иначе. Так как прилепившиеся к наслаждениям уподобились неистовым коням, то они и будут взяты за узду мучениями, то есть будут обузданы муками, так как не имели удержу в удовольствиях. 1600 стадий указывают, что величайшая пропасть отделяет праведников от грешников по причине преисполненного зла и мерзости последних в делах их. «Десять сотен» означают множество зла, «шесть» – усердное делание греха через употребление во зло, созданное в шесть дней твари, и в шестисотое лето Ноева потоплена была земля. Продолжение следует...